Свои доводы, которые я от Швядков доставал, робил три экземпляра. Один экземпляр отдавал генералу КГБ и едную копию отсылал денегажам. И для себя заставлял еще... Влажно, те, которые документы у меня застали, позднее я отдал для Поляков. У majorа КГБ, Олега Закирова, удачала меня необыла хэть дотартия до правды. Это было что-то, что мне поводило, что было для него важнейшее. Памятам одно такое мнение, которое сказал «Хочаłem себя доведеть, какая она была правдой». Когда был уже в Смоленску и в архивах Смоленске, он увидел настоящую тварь комунизму. Те тысячи людей, которые по-просто сгинели, стали разстреланы. Можно сказать, что он сам сам обратился, потому что он был особой неверующей, а видя эту потенгу зла, сам уверовал, что тоже может быть Бог. Опрочи зла, нужно быть и добро. В 1989 году Олег Закиров начался прыватное следствие в справе збродни katыньской. В этом часе Кремль, мимо впроводной перестроики, надал цище стрегл этой тажемнице. Ведом официальной версии, вымордование polskих офицеров в Катынию в дальшем ciąгу приписывало Немцам. Закиров, используя свои повязания с КГБ, отрался до последних живых НКБ участников збродни. Киевых из них намувил до зверьезда. В России, в радио Смоленс, в телевизии москейской, в среду зенитарных, розкручивость о Катынию. И, допустим, он не уявил этих зезнань мордерцов, то нич oczywiście в Роси бы не уявил, что это Росиане могли сделать. И, допустим, все зенитарные, шляхотники Заворонков, Политковский, они начали писать о том. Закиров заплатил за свою дорогу до правды, тем, что его института хотела с него сделать вариата, так класичнее, как в «Мистже на уборзаче». И, допустим, он уехал в работе. Были телефоны, грозьбы. По одним из таких телефонов, где он увиделся, что ему три дня, он просто уехал до полки вместе с женой и с цуркой. В особе Олега Закирова powinniśmy ухоноровать этих wszystkich обыдателей давнего Imperium Сowieцкого, а szczególно Росиан, которые прикинулися до оцеления памяти о Катынию а по друге, мили одвагу, наражаясь своё жизнь, потом карьеру, а сегодня, может быть, знову также жизни своих и своих близких, помагать нам, помагать в доходе, в спорном доходе и в отношении до правды. Роман Автаназы уродил в Моршине ко Лострия, в родине Колярске. Студе был на Ведяле Хуманистичном Университету Жена Казимирза в Лвове. Деями полиских резиденций кремовых зайнтерсовался уже в гимназиум. По войне пасе свою контактенуал в Врославе, где притягивал в Библиотеке Осолинеум, с которой он еще связал в Лвове. Его мечта было урабатывать от запомнения дорогое цивилизационные полиски полиски, полиски магнатери на Кресах. И повстало деяло выявленное, в 11 томах потензных. Втеде, когда он это приготовил, не имел надежи, что это может когда-то указать. По раз первое деяло Романа Автана Зего выдано под конец лет 80-х в накладе 500 экземпляры. Взгляду на цензуре указало оно под смененную назву «Материалы до дейов резиденции». Титул, который опраковывал Автана Зий, который от самого начала этой эдиции надея «Дея резиденции» на давних кресах Рzeczyпосполитой. «Материалы» 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 Семь тысяч листов написал в этой истории, потому что один лист обычно не хватает. Надо было еще что-то сказать, что-то устилить, а этих объектов, которые описал, было более 1500. Он жил в ином мире. Он жил в zupełnie инной Респосполите. Знал ее вады, очень часто часто о ней рассказывал, но был в ней закохан и очень глубоко связан с ее историей. Мало людей, которые добились этого типа дела, этого типа работы. Можно сравнить с слоником geографичным Кролестка Польского, то, что сделали в XIX веке. Но немало есть дел авторства одной из людей, которые можно оставить в том, что сделали в Тоназе. Праца действительно эпоха, тем более, что это относится к света, который был konseквентно, системно, планно нисточным и неизвенным из поверхности земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красиво Воврвщ olmaz Reading процесс Vorозово-Картов Этого Вер приготовления Субтитры создавал DimaTorzok Жизнion Великого Валного Зjazду поволано Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Главным целью, который себе вовремя поставлено, konseквентно реализованным до сегодняшнего дня, jest оброна годности имени и памяти Армии Krajowej. Вспółчесное поколение мыслит zupełnie inными категориями. Zupełnie inными. Так, что пока живем, то стараемся в разговорах, в таких встречах, в погаданках доказывать то, что осталось в нашей памяти и чему мы jesteśmy вierны. Панцы, с которыми мы общались, представили историю своего жизни с второй войны, с прятой войны еще. В своей молодости были такими хлопаками, как мои харчерцы, или как я. И то, как живой человек говорит о истории, это неизвестное. Не даст себя этого нежно застопить подрэчниками или фильмом. Взв. Жојзер Армии Крајой проводит działальность выдаwnичная, сотрудничная, спојпрациј с науковцами бадајцијми историю АК, ПОПОДЗЕМНЕГО и антикомунистичной конспирации. Седзиба Звјзку мещися в данном будинку Пасты, который жојзер АК здобали подчас Повстания Варшавскего. Дзиай найдујся там м.н. редакция Биулетину информацијного, традицијка навязанного до выдаванного в окресе окупации Писма Армии Крајой. Треба было поконићаћ віле трудности, треба было здобаваћ środки, але также поконићаћ опору позоставоћи по системе, который нибе грубо грешко зостаў одкрећлани, але встарчаћ спојрзь и тораз. Непријчели Армии Крајој часто са особами выполняјњцијми программы телебизыјјне. Питаниј, чи варто умирать для ојцизны, задане муѓу поколенею, јст превротне. потому что никто не хочет, чтобы умирать, только в том, чтобы бороться и жить для святы, работать для святы. Меня зовут Анатоль Францисек Сулик. Я живу в Ковле, много лет, но родился ближе Богу в поведении любомельском. Я родился из смешанной родины, которая была уже в XIX веке. Анатоль Сулик от детства был выховыван и от этого момента купил газеты. Так он учился языка. В 1991 году он получил паспорт уже по Пиерестроице и во Влодавии с целой родиной принял хрест. И от этого момента, это был такой момент взрослый в жизни Анатола, который приглашал в действительность реактивирования polskих парфий. Анатоль Сулик был опекунем мест памяти на Воунии. Ратовал знижченные и запомненные слады полскости. От 1991 года в инвентаризировал 84 цментаря. Анатол Сулик была выполнена на повозках через камениаря. Я приехал до Варшавы, потому что это журналисты фундовали 27 Волунии Дивизии Пехоты АК. Анатол Сулик совпадал с Министерством Культуры и Действительства Народного и Радом охраны памяти и мучества. Учестничал между в иноми в послании и реновании гробов легионистов, журналистов войны полско-болшевицей и официальных мордов на Воунии. Он был журналистом Украины, знал те реалии и тоже вiedzал, что та збродня, которая там была в месте, не была збродня, которой винный целый народ украинский. Он тоже знал, что много Украинцев тоже из рунков УПА за то, что помогали Полакам. Он знал такую историю. Я винен, что мне граница отъехала? Ковел за первые Республики находился в центре польского государства, а сейчас мы до границы 67 километров. Ну, то кем я есть? Я свою землю не рушил. Такого человека, как он, я больше таких людей практически не познаю. Это был не только человек, который очень легко навязывал контакты, был счастливый, работователь и очень скромный. Будет нам его брать. Не нет людей незаступных, так говорят. Его не знаю никого, кто мог бы такую виду, даже на территории Волоня, в Поле поцелить его деятельности. Волоня. 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 памяти своей małej ojczyzny, Tarnopola i jego окolic. Может, это был в этой лектуре огнем, ячем, который подкрадал наш старшему брату. Я только учусь читать. И то, видимо, тогда этого бакcyна похоронула, этого кресла. В 1939 по зайтиу Polski через Немцов и Росјан, Чеслав Блихарский вырусил с родинного Тарнопола до творожной на захоте полской армии. Уjęти на границе тратиј до Уагру, сканд zostaј зволнены по подписанию укладу Сикорски-Майски. По опушczeniu Росји-Совецкой и грунтовным прешкolenиу латај како bombardier в Дивизионе 300. Учестничыјњ. М.е. в бомбардовании Дрезна. По войне не замерзал поврачаћ до рожденого прескомунисту в крају. Зменињње, ки доведзялся, что в Польсце чека на него давна симпатия. В 1956 р. пријхање до крају, ожениње и замешкање на Сјлоску. През целый тен час не запомняње о својм родзинном Тарнополу. М.е. в Польсце что сделать для упомякновения места родственного, то есть моего родственника. Все свои жизни без ресницы от этого момента и все средства, также финансовые, не корреста уже никаких grantов, посвятил на громадение широко понимаемой документации посвященной миасту родственному, его историю, культуре, забыткам, но и также людям, которые с этим Тарнополем были связаны. И есть это огромный сбор и огромный эффект великой, гигантичной, мрувчей работы, которая трва. Я обсервала этот пэд, потому что в годах 90-х, этот пэд людей до отведения своих своих родственников. Я постановил не ехать там, потому что не хотелось бы уничтожить этого образа, который, как будто бы, забетонировал в моих очах моего места родственного Тарнополя, этих кресов. Играет музыка Добавил субтитры, как и субтитры,